В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 23 пожара в Сарове за 6 месяцев. Итоги полугода подвели огнеборцы. День семьи, любви и верности. Какой будет праздничная программа в парке Зернова? Вместе Россия. Фестиваль русско-мордовской культуры пройдет в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. Около 400 пожаров ежедневно регистрируют в стране. Огонь уносит жизни 25-30 человек. В Сарове за последние полгода произошло 23 пожара. По-прежнему основная причина возгорания – человек. Около 150 тысяч пожаров регистрируется в нашей стране ежегодно. Материальный ущерб от них оценивается в 20 миллиардов рублей. На пожарах ежегодно погибает около 10 тысяч человек. Ежедневно в нашей стране происходит около 400 пожаров, которые уносят жизни 25-30 человек. Такие данные приводит МЧС России. В Сарове за последние полгода произошло 23 пожара. К счастью, обошлось без летальных сходов. Есть один пострадавший. Отравление продуктами горения оставил на плите пищу. Было задымление в квартире. Человек надышался. В большинстве случаев возгорание происходит от непотушенных сигарет. Покурив, человек отправляет окурок в мусоропровод или контейнер, в которых находятся легковоспламеняющиеся материалы. «Хотелось бы, чтобы граждане все-таки следили за своими действиями и не допускали таких моментов. Потому что, несмотря на то, что это пожар в мусоросборной камере, он также опасен для всех жителей квартирного дома. То есть, если на каком-то этаже будет неисправен клапан мусоропровода, соответственно, все продукты горения, которые будут в стволе мусоропровода, они попадут на этаж и, соответственно, будет задымление и может привести к печальным последствиям». Виктор Колобков отметил, что в летний период часто горят дачные участки. Причины все та же – непотушенные сигареты и неосторожное обращение с огнем. При возникновении пожара начать борьбу с ним можно самостоятельно. Но в любом случае о ситуации необходимо незамедлительно сообщить в пожарную часть. «Если есть какие-то первичные средства пожаротушения в домике, либо где-то, и, соответственно, ими воспользоваться. Также на участках у нас и вода должна быть в бочках у людей. Это установлены правила противопожарного режима». Сотрудники МЧС напоминают всем горожанам быть бдительными, тушить сигареты, выключать при выходе из дома электрические приборы и разводить огонь в специальных мангальных зонах. Если вы стали свидетелем пожара, сообщите по номеру телефона 01 или 112. Беседу по противопожарной безопасности с ребятами из детского сада номер 4 провели сотрудники пожарной части номер 6. В форме творческих заданий и спортивных эстафет малыши тренировались вызывать пожарных, тушить огонь и спасать из огня животных. За это они были награждены сладкими призами и настольными играми. «Как позвонить в пожарную охрану?» «01» «01» «101» «102» «112» Выходя из дома, электроприборы нужно обязательно выключать. Прятаться от огня под диваном или в шкафу нельзя. Спускаться на лифте во время пожара тоже категорически запрещено. Практически на все вопросы викторины воспитанники детского сада номер 4 ответили правильно, а затем закрепили свои знания на практике во время эстафеты. Первое задание – вызвать пожарных, набрав нужный номер. Правильно назвать свой адрес и представиться диспетчеру». «Веселились там. И еще мне понравилось, как мы по телефону звонили. Мне понравилась тоже эстафета. Все игры и как мы спасали животных. Я теперь знаю, как вызывать пожарных». «Мне запомнилось, что мы эвакуировались, звонили в телефон. И мне запомнилось, что было весело». «Мы спасали животных. Было весело и интересно, что мы эвакуировались. Звонили в телефон. И проходили туннель». «Также в игровом формате ребята узнали о героической профессии пожарного. Примерить экипировку на скорость и тушить очаг пожара, а также спасти игрушку и вынести ее из огня была возможность у каждого ребенка. К каждому испытанию дети подходили очень ответственно, старались выполнять все задания правильно. Такие занятия инспекторы пожарной части номер 6 проводят регулярно в детских садах и школах города. «На таких викторинах и сафетах ребята должны научиться, куда звонить во время пожара или экстренных каких-то ситуаций, что им нужно ответить диспетчеру, то есть на том конце продажи, что у них будут спрашивать. Также ребята могут почувствовать роль пожарного, узнать какая-то героическая профессия и насколько она важна человеку. И вообще она в мире важна, наша профессия». По окончании спортивно-профилактического мероприятия все участники получили памятные грамоты. Поблагодарив гостей надзорного ведомства, ребятишки пообещали помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Мошенники все чаще не просто крадут деньги с помощью взлома личных кабинетов, а придумывают схемы обмана, чтобы люди добровольно переводили их. Что делать, если с вами такое произошло? Как можно скорее подать заявление в ближайшем отделении полиции или онлайн на сайте МВД во вкладке «Прием обращений». Рассказать о случившемся в своем банке. Центробанк ведет специальную базу мошенников. Чем больше жалоб поступает на номер счета афериста, тем скорее его заблокируют и запретят выводить украденные деньги. Если полиция отказала в возбуждении дела, обратитесь в суд. Если вы увидели в сети сомнительный финансовый проект, пожалуйтесь на действие группы в самой соцсети или подайте заявление в полицию или суд. Если вы заболели во время ежегодного оплачиваемого отпуска, этот период оплатят как больничный. Можно продлить отдых на срок болезни или перенести его на потом. Исключение – отпуск без сохранения зарплаты по беременности и родам, напоминает сайт объясняем.рф. Больничный лист оформляется по вызову врача на дом или при личном посещении больницы. При решении продлить отпуск нужно предупредить руководителя. Чтобы перенести отдых, необходимо написать заявление. 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь этого события Центр развития культуры и искусства Сарова приготовил праздничную программу «Ромашки. Нежный лепесток». О том, какие развлечения ждут саровчан в парке имени Зернова, узнала наша съемочная группа. Прогулки в парке – одно из самых удачных семейных развлечений. Там можно отдохнуть от городской суеты, побродить по аллеям, покормить белочку или прокатиться на аттракционах. Традиционно именно здесь проходит масштабное празднование Дня семьи, любви и верности. В этом году Центр развития культуры и искусства подготовил программу «Ромашки. Нежный лепесток». С 16 часов на локации на танцевальной площадке начнется игровая программа «Привет, Ромашка», в рамках которой можно будет все семьи с детьми, все гости парка смогут поучаствовать в мастер-классах, нарисовать себе аквагрим «Ромашку», также принять участие в семейных играх, посетить большую выставку авторских поделок и работ города мастеров. В пять часов вечера на танцевальной площадке выступят творческие коллективы города. Продолжится программа ретро-дискотекой. В семь часов на набережной парка культуры и отдыха пройдет праздничный концерт песни о главном. Ретро-шлягеры, под которыми можно будет петь и танцевать, которую программу готовит коллектив эстрадной песни «Апрель» под руководством Ирины Зедуланина-Левченко, а продолжит праздничный концерт рок-группа города «Энди Вишер» под руководством Андрея Кочкина. На танцевальной площадке также пройдет фримаркет. На нем саровчане смогут обменяться игрушками, настолками и детскими книгами. До 7 июля вещи можно принести в Дом молодежи с 9 до 19 часов, либо захватить с собой прямо на праздник. Военно-историческое объединение «Армир ЦВР» начало работу над тремя проектами – устройство площадки для исторической реконструкции, Центр живой истории «Стрелецкая слобода» и «Вместе Россия». Подробнее о каждой инициативе армировцев расскажем далее. В этом году военно-историческое объединение «Армир ЦВР» получило финансирование сразу в трех конкурсах. В рамках губернаторского проекта «Вам решать» «Армир» победила с инициативой устройство площадки для исторической реконструкции. В городке под открытым небом создадут интерактивное пространство, где саровчане смогут поучаствовать в квестах и мастер-классах, посетить занятия по фехтованию и стрельбе из лука. Здесь же будут устраивать тематические праздники для жителей микрорайона. Деньги в рамках проекта «Вам решать» пойдут на создание крупных и массивных декораций. А чтобы еще больше усовершенствовать площадку имени музей, армировцы создали проект «Центр живой истории «Стрелецкая слобода». В этом проекте предполагается то, что мы арширяем территорию. То есть это будет уже не только вот этот самый маленький зал, в котором мы проводим интерактивные занятия для детей и подростков, но это будет еще и уличная зона, на которой будут проходить интерактивные занятия, мастер-классы по различным ремеслам. Ну и плюс к этому мы планируем организовывать потешные сражения для групп детей, чтобы они почувствовали, как это бывает, что это такая война в 16-17 веке. Все это будет проходить в теплое время года во дворе клуба здоровья «Центр внешкольной работы». Грант на реализацию этого проекта объединение получило во Всероссийском конкурсе молодежных проектов агентства «Росмолодежь». «Стрелецкая слобода» стала дополнением к проекту «Вам решать». Проект «Стрелецкая слобода» как таковой, который мы сейчас реализуем с помощью «Росмолодежи», это закупка необходимого инвентаря мелкого, то есть вооружения, доспехи, предметы различные для мастер-классов. Ну и плюс этот проект предполагает то, что мы обучаем экскурсоводов и аниматоров. Венцом проекта станут два больших мероприятия в следующем году – «Ночь в музее» и «День России». В конкурсе от «Росмолодежи» у «Армира» двойная победа. Грантовое средство получило еще один проект «Вместе Россия». На протяжении нескольких месяцев воспитанники объединений Центра внешкольной работы будут изучать особенности и взаимодействия русской и мордовской культур, учиться народным промыслам. Мы выбрали тему «Мордовская вышивка», то есть традиционные мордовские мотивы, цветовая гамма. И хотелось бы нам, чтобы максимальное число учащихся освоили эту технику. В сентябре и в октябре у нас будет целая серия таких занятий совместных – детей, родителей, педагогов. Мы будем делать именно на всяких предметах, которые сейчас пользуются молодежь, то есть это рюкзаки, чехлы, пояса, чтобы это просто не лежало на полках, а этим пользовались. Пока нет предположения, как это будет выглядеть, но мы, думаем, очень быстро научимся, как всегда. На итоговом фестивале 4 ноября, где, наверное, приходить в молодежном центре, будем это показывать другим, всем желающим. Итогом проекта «Вместе Россия» станет городской фестиваль русско-мордовской культуры, который пройдет в праздник Дня народного единства. Для горожан пройдет серия мастер-классов от воспитанников и педагогов в ЦВР, ярмарка средневековых ремесел, военно-историческая реконструкция и галоконцерт творческих коллективов Сарова и Темникова. Музыка как стиль жизни и творчеством Артем Руськин занимается с 15 лет, знают его по псевдониму «Кола». Первый трек в стиле рэп Артем с друзьями назвал «Это непросто». Позже к нему сняли клип о творчестве Саровского музыканта. Расскажем далее. Артем Руськин начал заниматься творчеством в 15 лет. К этому его подтолкнул лучший друг Василий. Вместе с ним они начали писать тексты и музыку в стиле рэп. Спустя время Артем и его друзья выпустили релиз песни «Это непросто». На трек они сняли клип. Вдохновила меня девчонка на него, и все так хорошо сложилось. Я нашел очень хорошую музыку, бит. Парень с удовольствием решил мне его предоставить. И, собственно, я написал это про цедение. Сейчас Артема Руськина знают по псевдониму «Кола». Молодой человек взял его не случайно. В детстве его дразнили колобком. Маленькому Теме это не нравилось. Но спустя время он решил, что свою слабую сторону он превратит в сильную. И взял псевдоним «Кола». И это сыграло ему на руку. Не только в жизни, но и в треках. На данный момент официальных релизов пока что два. Но это именно которые я на все площадки выпустил. Хочу вообще... В задумках очень много. Я хочу еще выпустить пару синглов. И если сейчас много людей заинтересуется, подпишется на группу, то я думаю, хочу выпускать уже сольный альбом. Сейчас Артему 21 год. И планы на жизнь у него грандиозные. Принять участие в фестивалях, концертах, записать побольше треков. Посмотреть выступления Артема и его группы можно на площадках города. Более подробной информации в группе ВКонтакте «Кола». Это не просто «Бэй, пойми, у меня скоро кончится воздух». Это так просто то, когда на счеты упали бабосы. Эра и пи всем боссам. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА